В Мурманске заканчивается первая смена летних лагерей. И прочь стереотипы, здесь не до скучных уроков. Несмотря на то, что дети ходят в привычную школу, а вставать приходится даже раньше обычного, это со значительным перевесом окупается разнообразными экскурсиями и походами в кино. Пока мальчишки резво гоняют мяч по полю, девчонки предпочитают волейбол. Те же, кому не хватает острых ощущений, играют выше балу. Школьный лагерь, вопреки всем предупреждениям, мало походит на скучные зимние уроки. Тут и с друзьями можно поболтать, и на экскурсию сходить. Мы здесь общаемся, играем, а дома мы одни сидим, потому что родители на работе. Мне нравится, что тут много друзей, много общаемся, играем, по экскурсиям ездим, поделки разные делаем. Шашки, шахматы, бобинтон. Воспитатель не учитель, а душа компании. Например, Александр легко и без научений может вместе с ребятами поиграть в футбол. И такой возможностью никогда не пренебрегает. А после, например, отправится в кино или театр. Тут уж невольно зауважаешь педагога. Такая гармония не снилась и французским революционерам. Свобода, равенство, братство. Конечно, сейчас с детьми трудно, потому что они в основном все в планшетах, в телефонах. Но когда они выходят на улицы, в принципе, футбол, волейбол, баскетбол, ребята очень охотно занимаются. И никаких особых таких больших проблем не возникает. Даже с ребятами, которые очень маленькие. Серьезные уроки тоже бывают, но гораздо реже и совсем ненадолго. Например, сегодня в гости к ребятам пришли спасатели. О том, как вести себя на водоемах и стоит ли вообще лезть в воду, как и куда звонить в случае ЧП – важные вопросы, ответы на которые и взрослые-то не каждый знает. Прыгают на дне всевозможные банки, битые бутылки и так далее. То есть, вы видите, правила сопроминают. Всего в первую снину лагерей в одной только десятой гимназии отдохнуло более ста детей. Разочарованных, по-видимому, нет. Вот только вставать приходится рано. Но зато к трем часам дня все свободны. Бывает так, что и уходить не хочется. Не, ну просыпаться лень, конечно, но когда мы сюда приходим, понимаешь, что проснулась не зря. Не хочется уходить. Хочется еще погулять, побыть с тем, с кем хорошо общаешься. К тому же каждый день не похож на предыдущий. Программа насыщена поездки музеем. Каждое утро зарядка, завтрак. Скучать некогда. Да и молодой коллектив вожатых всегда придумает что-то особенное. Есть ребята-практиканты вожатые, которые нам активно помогают, то есть тоже играют с детьми. Тоже весело. При этом это не только девочки, но и достаточно такие брутальные юноши у нас есть. У нас кандидат мастера спорта по боксу, очень активно играя с детьми, только и дети его любят, и он любит детей. Пол не имеет значения, главное любить детей, хотеть давать им радость. Так что прочь стереотипы. Отдохнуть с пользой и повеселиться можно и не выезжая за пределы города. Особенно, когда погода радует солнечными днями и теплом.